привет друзья меня сегодня крайний день в этом году когда я могу выбраться на море уже завтра в это время скорее всего буду уже на вокзале ну в общем да через буквально 23 с копейками я уеду из анапы но ненадолго до 8 где-то января поеду по померзнуть свой родной город курск здесь у нас конечно райское условие эти без шапки в кроссовках ветровки это даже не куртка это ветровка по сути от ветра и блин мне не холодно я не знаю что еще можно сказать в поддержку анапы кроме как то что здесь реально очень-очень тепло и уезжать отсюда конечно не хочется я так долго ждала встречи с родственниками что совсем не подумала о том насколько мне будет там холодно на фоне анапы и насколько здесь все-таки солнечно прежде всего судя по прогнозу погоды в родном городе там солнце и не бывает в общем вот такая лирическая минутка отступления а я вам сейчас буду показывать что здесь на пляже у нас происходит я выехала на самый такой любимый доступный пляж где можно оставить машину и прогуляться подышать воздухом где речка можепсин у нас ветер задувает конечно но он теплый самое интересное он теплый у нас смотрите на горизонте кайтеры и мотоциклисты вот блин вообще да неожиданно что на таком вроде бы безлюдном пляже ставите бабульки прогуливаются и там еще мужчины вдалеке на горизонте море то сегодня посадить как волнуется сильно вот это я понимаю зима по-анапски говорят купаться нельзя вот серфингом пожалуйста занимайтесь на здоровье вот это я понимаю состояние души прыгать по волнам в ну красота просто красота это это ты для меня это искусство не знаю как для вас это же реально надо уметь приловчиться чтобы не падать и не тонуть так сказать вот потому что на сегодня хороший ветерок для этого действия мужчины догоняют постепенно здесь тоже вот смотрите чей-то парусник ли лежит и вот две прекрасные дамы тоже подошли увидели что у нас тут мини речка вообще она очень странно до впадает море смотрите вот там там аж как куда-то в ту сторону вдали она вот там где-то совпадает как раз смотрим а говорят тут у нас тут нет речки ну как нет если есть она может быть немножко разливается очень странно но она есть ох буду я скучать по вам по морюшку буду скучать и как близко и на самом деле здесь парит по ветру и еще и на самом деле у них скорость довольно быстрая насколько я знаю что на море тяжело сопротивляться но когда ты занимаешься серфингом то ветер буквально тебя со скоростью даже не знаю с какой скорости относят вдаль и вот мимо меня они прям очень быстро проносится я даже не успеваю рассмотреть их парусник прекрасное настроение вот прям даже не хочется уезжать то что ж такое то я хочу здесь остаться буду скучать тосковать и по мужу и по морю это прям вообще для меня испытание будет но радует что там тоже будет хорошо там моя семья которая уже очень давно не видела по которой соскучилась поэтому я думаю что есть как и плюсы и так и минусы надеюсь что главное чтобы в душе были одни плюсы какой воздух свежий вкусный ионизированный просто йодом вы не представите какая вкуснота прям хочется молчать и слушать шум волны и нюхать этот прекрасный чудесный воздух моей радости нет предела на самом деле надо работать но иногда нужно тоже отдыхать я думаю вы с этим тоже согласитесь тем более что семью я уже практически год не видела бабушка так вообще год это точно я по сути за этот год видела если больше всего то маму слава богу хоть она ко мне приезжает если я к ней туда не могу вырваться а так я конечно по всем безумно соскучилась ладно ребята держитесь скоро приеду буду покорять курск даже не знаю что там будут за влоги блоги может быть стримы будем вести я вот подумываю так как я все равно же осталось недвижимости просто вам буду текущие цены подборку сделаем где сколько стоит студии однокомнатные двухкомнатные ну и трехкомнатные ах красота а это мужчины были с дамами это их кавалеры я прошу прощения вот видите казалось что они идут порознь друг от друга на самом деле они оказываются вместе это так романтично смотрите дамы в красных пуховичках мужчины в черных ай какое хорошее настроение вот просто его не передать словами теплое солнышко я даже не представляю сколько сейчас градусов и даже не хочу знать потому что ну ну действительно реально очень тепло вот чтобы вам не соврать не знаю видно вам будет или нет 13 градусов показывает и по прогнозу типа нет солнца но как нет солнца если воду нас лепит я даже глаза щурю луч на воде как это нет солнца погоды ты что делаешь зачем обманываешь и водишь заблуждение реально такая солнечная погода такие красочные краски разве может быть такие прекрасные голубые облака голубая речка если бы было пасмурно эх-эх-эх погода нас обманывает представляете какие сочные цвета в пасмурной погоде никак бы не получились и может быть кто-то раз и вырвется сюда на январские праздники просто чтобы увидеться с морем а почему бы нет он теперь жители краснодара вообще могут это с 30 декабря делать ежедневно по несколько раз на день приехали подышали воздухом уехали все ты дома в краснодаре с этим не кажется теперь краснодар прям вообще будет некой для переезда потому что теперь уже во всех стороны есть электрички да вот пожалуйста в анапу в туапсе сочи можно уехать краснодара не знаю в олимпийский курорт в красную поляну реально краснодар сейчас самый такой развитый плане инфраструктуры и вообще все 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 там рядышком и хорошая транспортная развязка а с другой стороны ну вот что такое жить на море да и что такое приезжать на море это же блин две разные вещи да конечно у нас теперь ржд меньше преград делает да и упрощает поездку из краснодара в анапу но я вот захотела и пришла на море а вам чтобы захотеть надо потратить будет как минимум 1000 рублей на человека это туда и обратно стоимость электрички красота прямо надо мной в салите какая красота а здесь раз вышел на пляж и вот тебе море все-таки жить в анапе да и приезжать в анапу вообще разные вещи я думаю те кто переехал в анапу прекрасно понимает о чем я что может себе позволить любой момент выйти к морю подышать прекрасным чудесным морским воздухом это сегодня такая маленькая мини-ода солнышку морскому воздуху а я друзья прощаюсь с вами ненадолго завтрашнего дня уже будут влоги посвященные отъезду да там влоги посвященные путешествия моему не знаю будет вам интересно или нет но я бы искренне хотела чтобы это было так потому что я буду ехать впервые необычным способом я уже практиковала недавно перелет в этом в этот раз я хочу тоже спокойно доехать поэтому это будет поезд но это будет не прямой поезд это будет поезд до воронежа с воронежа буду уже с автобусом в общем четырехколесный транспортом добираться думаю что тоже будет интересно потому что кстати получилось даже небольшая экономия по по деньгам там районе 150 рублей но эти 150 рублей до впоследствии тратится на такси по воронежу поэтому по цене получается одно и то же а вот время в пути все только задумайтесь я экономлю 10 часов то есть поезд идет 15 часов до воронежа и автобус идет три часа до курска то есть я еду за 18 часов в то время как прямой поезд москва на подачи она по москва который идет через курск он идет 28 часов поэтому я приезжаю в хорошее время я приезжаю часов 9 в 10 утра затем ну можно уже весь день бодрствовать что-то делать да это очень удобный поезд на самом деле лично для меня да я приезжаю не в ночь как я обычно в 9 часов вечера домой только попадала я приезжаю в светлое время суток с утра и я могу этот день посвятить каким-либо делам то есть все завтра я в обед сажусь на поезд и уже утром я занимаюсь своими любимыми делами там в своем родном городе то есть очень очень удобно но не знаю понравится умный лет но обязательно об этом сниму мини-влог о путешествии но я еще и поеду хоть и в поезд фирмен я поеду в нефирменном вагоне и походу это будет тоже отдельная история потому что я даже не знаю ждут меня там розетки или нет потому что гаджеты наши имеет свойства быстро заряжаться и вагон еще такой странный 25 в общем какой-то реально такой идут вагоны там по 12 14 20 25 вагон даже не представляю в какой части поезда он будет может вообще посередине тоже такой интересный момент в общем не буду вам рассказывать заранее что меня ждет потому что все это на самом деле всегда бывает непредсказуемо поэтому просто давайте дождемся завтрашнего дня опять загрущу что и от мужа уезжать буду и от моря в общем как-то так друзья всем пока пока с вами была счастливая жена будьте счастливы и вы вместе со мной